Наград у вас, конечно, впечатляющее количество. Это уже после войны, а мне дали вот и это я в 44-м получил, за БЗ. За БЗ, вот Будапешт, Вена, Белград, у нас фронта шесть штук. За Будапешт, за Вену, за Белград? Да, вот тут вот. За ваше здоровье. Да. Да, дай вам Бог здоровья. И дали лидер сорок команд, сорок человек отчислили с эшелона с карантином. Мы поехали, освободили Николаев, только что Николаев освободили, там в станции водопой. Этот комендант Николаева, Одесса освобождена, шуруете в Одессу. Вот, только вот уже. Мы пешком пришли в Одессу старшую. Пешком с Николаева в Одессу? С Николаева. Пешком с Николаева в Одессу. На Пересе пристояли эти как эшелоны, вагоны, телятники. У нас туда и там две недели с Перегороховой. Это в сорок четвертом весной. Повезли в раздельную, а в раздельную немножко разбомбили, собрали в кучу до Цебрикова. А там покупатель пришел уже отсюда, встретил украинского. Вот, капитан ходил. Ну, кто наводчики, кто эти, артиллерии, кто что, кто швазист. Отбирали. Вот, спрашивают, радист где. Я учился, вот, говорю капитану. Он меня забрал, вот, команду набрал для части. Я попал в батарею управления штаба бригады, радистом. Там-то радистов убило. Потом поехали в августе, в начале августа. Вчера спали ночью, проехали там понтоны, в садках закопались. 20 августа, 44-го, подготовка, и все. И вот оттуда Румыния, Болгария, и все, оттуда связь. Я все время в опергруппе с начальником разведки, с этой радиостанции РБМ. В августе попали на фронт, да? В августе 44-го попали на фронт, это в Румынии, да? В августе, 20 августа 44-го года начались для меня боевые действия. А до тех пор таскали по Союзу, в Башкирию. Из Башкирии в Москву, из Москвы где-то в Днепур-Петровск. Потом снова, аж в Шкалов, да, в Казахстан. Оттуда Николаев, Одесса, и раздельная, и где-то, и туда-напросто. А возили в чем? Вот такое дело. Возили, ездили на поездах, да? В Телятниках. В Телятниках? Демобилизовали в 48-м. Тоже в Телятник уехали. А где служили после 45-48-го где? В Шаргороде, в Винницкой области. А с фронта, с Австрии мы своим ходом приехали. Что больше всего запомнилось из военных действий? Будапешт, да? В Будапеште мы были окружены. А Геббельс по радио кричит, будем Толбухина купать. Вот. А потом ночью, воздушно-десантная бригада с Финлянского фронта откуда-то, оп, и все. Да, как сделали прорыв, а в центре всех в Дунае купались. Давайте за вас. Да. Сто лет жизни, сто двадцать. Сто двадцать для жизни. Сто лет мало желательно. Уже девяносто пять часов. За сто, да. За сто лет. Сто десять, сто двадцать, да. Чтобы мы еще к вам приехали, чтобы вы так выглядели хорошо. Спасибо. Спасибо, 조ок.